Приветствую всех, кто нас сегодня смотрит. И хотел рассказать сегодня о том, что в августе и в сентябре 2016 года будут наблюдаться очень интересные явления на небе. Это солнечные и лунные затмения. Они последуют друг за другом в течение периода от 18 августа до 16 сентября. Вот об этом и пойдет сегодня речь. Затмения с глубокой древности считались угрожающими. Показателями и в разные времена к ним относились по-разному. Но в основном в древности считалось, что затмения приносят с собой события фатальные, угрожающие жизни и здоровью многих людей и увеличивающие фактор катастроф. Так-то или не так, это можно проверить по статистике. Но действительно, к большому сожалению для скептиков, очень многие события жизненные и особенно катастрофические ситуации в периоды, сопутствующие затмениям, причем и солнечным и лунным, действительно увеличиваются. В годы, когда затмений наблюдается больше среднего количества, а в среднем в каждый год наблюдается около 4 затмений, это нормальное количество, два солнечных и два лунных. Когда затмений бывает 4 или 5, больше 4, а именно 5, 6 или 7, эти годы действительно являются фатальными и фактор катастроф в это время увеличивается. Последний раз такое количество затмений наблюдалось в 1991 году, их было 6, развалился Советский Союз. В 1917 году целых 7 затмений наблюдалось, и в результате в России мы увидели две революции, а впоследствии и в Западной Европе рухнули все устойчивые монархии. В общем, был передел мира в 1918 году. Однако же, настоящие вот эти вот три затмения, то есть тройной период затмений августа и сентября месяца нынешнего года, они очень интересны еще и с другой точки зрения. Больше всего меня лично заинтересовало затмение, которое будет наблюдаться 1 сентября 2016 года. По той причине, что вот здесь вот надо сделать исторический экскурс. У каждого затмения есть своя не только история, но и предыстория. И эта история, с точки зрения астрономии и астрологии, звучит очень малопонятным для несведущих людей словом, но для любого астронома словом очень значимым. Это слово «сарус». А «сарус» — это огромный цикл, связанный с повторениями затмения, какого-то затмения, которое, как и человек, как и любое явление на Земле, имеет свое рождение, имеет свой апогей развития и, в общем, свое умирание. Этот цикл «саруса» — он очень долгий цикл. «Саруса» и его цикл применяются в мировой астрологии для описания и для толкования, и для прогноза различных событий мирового значения. Так вот, у «саруса» есть цикл более 1200 лет. В данном случае нас будет интересовать затмения, которые будут наблюдаться именно 1 сентября. Почему оно такое интересное, почему оно такое значимое? Во-первых, оно значимое потому, что оно очень редкое затмение. Это затмение кольцевое или кольцеобразное. Очень интересное затмение, во время которого солнечный диск будет закрываться Луной не полностью. Что такое затмение? Это обычное, в общем, закрытие, особенно солнечное затмение, это тогда, когда лунный диск, Луна, в видимом движении покрывает, закрывает Солнце. И просто мы не наблюдаем солнечного света какое-то очень небольшое количество времени. В данном случае, в то время, когда наблюдается кольцевое или кольцеобразное затмение, Луна не полностью закрывает солнечный диск, и вокруг этого диска черного еще люди наблюдают на Земле вот такое светящееся кольцо. Вот это вот кольцо и рождает кольцевое затмение. Очень красивое, очень яркое зрелище, но с точки зрения древних астрологов самое страшное. Не только страшное, но и досящие наиболее фатальные и необратимые события, к которым можно готовиться за долгое время, но если они уже произошли, то отменить их невозможно. Это все равно, что, допустим, применение к человеку, скажем, после посещения онколога, ему сказали, что у него уже образовалась раковая опухоль третьей или четвертой стадии. Ее невозможно отменить, ее даже невозможно вылечить, но можно было бы заранее ее предотвратить, если бы об этом кто-то знал. Я не хочу пугать людей о том, что вскоре произойдут события подобные раковой опухоли в масштабе мировых событий, но тем не менее затмение 1 сентября 2016 года имеет очень интересную предысторию. И вот здесь необходимо рассказать о том, что предыстория данного затмения связана непосредственно с одной уникальной личностью, которая в мировом масштабе сыграла исключительную роль. И этой личностью был знаменитейший Карл Маркс, великий экономист, философ и основоположник теории классовой борьбы, написавший трехтомник под названием «Капитал», являющийся отцом, неоснователем, по крайней мере, одним из самых великих политэкономов, и основоположником теории классовой борьбы, целого направления философии и, в общем-то, не только философии, которая называется марксизм. Эта теория Маркса в свое время была положена в основу нашего развалившегося в 1991 году государства под названием Советский Союз, советская власть была основана на теории Маркса. И вот с этим человеком непосредственно связано данное затмение первого сентября. Почему? Да потому что Маркс, Карл Маркс, родился прямо точно в день не просто кольцевого солнечного затмения, а того самого солнечного затмения, которое повторяется через несколько витков первого сентября 2016 года. 5 мая 1518 года наблюдалось точно такое же затмение, кольцевое затмение, которое в том городе, где родился Карл Маркс, а именно в городе Трири, в это время не наблюдалось, он вообще родился ночью. А затмение было вблизи полудня, и наблюдали его жители целой большой территории от Египта до Восточной Сибири. Причем полоса видимости затмения, у каждого затмения есть своя полоса видимости, проходила через Ближний Восток, Кавказ и далее по Сибири, по Волжье и далее Западная Сибирь. Очень интересно, что именно данная полоса затмения и была связана с теми взрывоопасными регионами, которые до сих пор являются источниками угрозы для всего человечества. Это и Ближний Восток, это и Сибирь, это и по Волжье, до Китая проходила полоса этого затмения. Очень интересно, что в полосе видимости этого затмения родились практически все будущие руководители советского государства, от Ленина до Горбачева включительно. Ну, единственным исключением из этого правила Сталин там тоже, единственным исключением из этого правила был Никита Сергеевич Хрущев. И Леонид Ильич Брежнев, два человека, которые туда не попали. Итак, Маркс родился прямо вот в день подобного затмения. Сарусный цикл, есть понятие Саруса, связанное с повторением каждого затмения через определенный период времени. И этот период времени является очень строго выверенным. Он составляет ровно 18 лет и еще около 10, от 10 до 12 дней вдобавок. 5 мая 1818 года был заложен цикл. Вот тот самый цикл, который потом стал работать, потом стал включаться и проявляться в событиях почему-то по большей части России. Не только России, потом Советского Союза, но и вообще во всех мировых событиях. Вплоть до недавнего времени. Если будем прибавлять каждые 18 лет, то мы увидим, что в периоде данного затмения, если прибавим 18 лет, дважды по 18 лет к рождению Карла Маркса, мы там увидим и Крымскую войну, которая началась прямо непосредственно через два цикла, 18-летних цикла после рождения Карла Маркса, мы там увидим и период падения Тунгусского метеорита, причем прямо вот в регионе видимости данного затмения, затмения Карла Маркса 30 июня 1908 года. Мы увидим очень многие интереснейшие события, и очень многие из них были связаны с переменами в мировой экономике. Вот это вот, кстати, очень интересная аналогия, связанная с данным затмением. Карл Маркс был самым великим экономистом, и очень многие перемены в экономике происходили именно в то время, когда повторялось данное затмение. В одной из таких повторений мир вообще кардинально изменился с точки зрения экономики. Он перешел на так называемую Бреттон-Лудскую систему. 20 июля 1944 года произошло данное затмение, повторяющееся со времен Карла Маркса. И в это же время Бреттон-Лудская конференция в Соединенных Штатах Америки вывела так называемую корзину мировых валют. Очень многие, практически все расчеты стали вестись в долларах. Все было привязано к нему. Вот эти вот мировые валюты, доллар, евро, потом к нему присоединилась японская иена, евро потом, естественно, фунт стерлингов. Все это было заложено, то, что мы сейчас, по сути, последствия вот этого экономического соглашения, мы практически в нем живем и сейчас. Все это было заложено именно в 1944 году. В свое время Советский Союз не подписал это Бреттон-Лудское соглашение. Он вошел в него только после развала Советского Союза, после 1991 года. Сейчас мы находимся практически, приняли это соглашение. Следовательно, мы, в общем, как бы, так или иначе, пожинаем плоды тех самых событий, которые были заложены в одном из циклов затмений. В это же время на одном из повторений этого затмения был заложен через несколько циклов, буквально, после 1944 года. Были заложены такие циклы, разрушительные для всего мира, как опасность Третьей мировой войны. Это 1962 год, так называемый Карибский кризис, когда мы чуть было не вступили в Третью мировую войну. Благодаря только усилиям американских советских дипломатов это было изменено. 1980 год, это движение солидарности в Польше, где, по сути, было наложено начало развала всего, так называемого, социалистического лагеря. И впоследствии рухнул Советский Союз. И началось это с событий в Польше. Как раз вот затмение в начале августа 1980 года. Ну и последний цикл затмения, который очень многие из нынешних людей, живущих в России и во всем мире, прекрасно помнят, это 1998 год. Это так называемый августовский дефолт. Затмение данное, саростное затмение, я называю это затмение Карла Маркса, произошло 22 августа, и даже накануне этого затмения произошло как раз обрушение, так называемой пирамиды государственных краткосрочных облигаций ГКО. После этого очень многие помнят, в каких крутых виражах находилась не только российская экономика, но как-то очень сильно повлияло на изменение всей политики России. После этого не прошло и полутора лет, как ушел в отставку добровольный Ельцин, и нынешний наш президент Владимир Владимирович Путин в конечном итоге был выдвинут в качестве его преемника. Вот такие события, очень серьезные, странные, переломные события. Об этом мне приходилось высказываться и писать на странице журнала «Коллекция караван историй» в феврале месяца нынешнего года. Данное жзатмение будет повторяться 1 сентября. И мы им будут сопутствовать также и два затмения 18 августа и еще 16 сентября вокруг двух частных лунных затмений. Затмений тоже очень интересных. Все они вместе, в паре, работают и будут включать данное затмение, которое, конечно же, если посмотреть на ту подстилляцию космическую, которая на ней будет наблюдаться в это время, оно не может не настораживать. Ну, во-первых, потому что данному затмению будет предшествовать еще одно очень тоже интересное и уникальное явление – соединение Марса с Сатурном. Хотя такое соединение происходит раз в два года, но надо отметить, что в то время, когда рядом с ними находится затмение, достаточно редкое явление. Марс с Сатурном традиционно названы большим и малым несчастьем. Если они соединяются вместе, то это, конечно, увеличивает фактор катастрофы. Полное соединение Марса с Сатурном будет наблюдаться накануне затмения, точнее, точно посередине между двумя первыми затмениями. Первое затмение, я повторяю, будет 18 августа, а второе будет как раз вот то самое, самое интереснейшее, кольцевое затмение 1 сентября. Кстати, именно кольцевое затмение, древние считали, связаны, они связывали его с торжеством темных сил. То есть, в одном из трактатов древних мы находим такой пугающий, правда, текст о том, что в это время силы ада выходят на землю. И если не будут приняты меры заранее, если люди к этому не подготовятся, то, в общем-то, они сметают все на своем пути. Конечно, это, естественно, всего лишь нам все, пугающий и очень символический текст. Ему не нужно верить безоговорочно, но факт остается фактом, что кольцевые затмения являются действительно очень серьезными по своим последствиям. И готовиться к ним нужно, конечно, загодя и заранее. Так вот, посередине между двумя затмениями лунным до 18 августа и солнечным 1 сентября будет наблюдаться это соединение Марса с Сатурном, которое как раз увидит на небе 25 августа. В это же время на небе будет наблюдаться, особенно вечером, так называемый Большой Крест. Планеты будут образовывать на небе фигуру Креста или Черного Квадрата. Прямо вот образ картины Казимир Малевича приходит на ум. Но, конечно, любой так называемый Большой Крест, он тоже является одним из тяжелых и угрожающих факторов. В основном, фактор природных катастроф. Это может быть не связано с какими-то социальными катаклизмами и не будет касаться власти. Почему? Вряд ли об этом можно будет судить и вряд ли на это отразится данное событие, как и вообще событие ближайших затмений. Потому что одновременно на небе мы видим и другое соединение, которое является противоположным вышеперечисленному. А именно соединение Венеры и Юпитера. Вот Венера и Юпитер в древности были названы Большим и Малым Счастьем. И Юпитер также назывался Звездой Королей, был связан еще и с властью. Поэтому из этого делаем вывод, что власть здесь будет ни при чем. Это будет, если что-то и произойдет в период от августа, критического августа. Интересно, что август последние годы, с 91-го года, всегда считался у нас временем страшных катаклизмов, катастроф. Но действительно многие события происходили в августе, тяжелые. А вот в данном случае август, скорее всего, не будет связан с социальными катаклизмами. Ни август, ни сентябрь месяц. И к власти это не будет иметь никакого отношения. Скорее всего, Венера в соединении с Юпитером. И она же будет держаться и 1 сентября, это соединение, и несколько раньше и позже. Но вот данный крест 25 августа в среднюю, в срединную или в центральную точку посередине между затмениями, он как раз будет возможно указывать на те события критические и даже, может быть, катастрофические, которые могут быть связаны с природными катаклизмами, могут быть связаны с экономикой. И после 1 сентября вполне вероятно, что этот фактор серьезнейших катастроф, которые не затронут власть, следовательно, это будут, видимо, неуправляемые природные процессы. В следующее затмение 16 сентября Венера с Юпитером разойдутся. И вот как раз после затмения 16 сентября вполне вероятно, все то, что ранее, до того, было заложено несколькими циклами, саросными циклами данных затмений, а вот повторяю еще раз, что данное затмение связано с Карлом Марксом, следовательно, это будет совершенно четко указывать на экономические катаклизмы. Оно, вероятно, и будет включено в действие. После 16 сентября известно, что в России объявлены выборы. Выборы уже объявлены на 18 сентября, на третий день после лунного затмения. Поскольку, согласно традиции древних астрологов, цикл каждого затмения, то есть так называемая его аура, то есть тот период, когда нужно ожидать все, что заложено во время этого затмения, необходимо связывать с периодом приблизительно от двух недель до месяца, то, следовательно, как раз период от 18 сентября до следующего новолуния, то бишь до, даже сказать, до следующего полнолуния, где-то до 15-16 октября является наиболее опасным в плане ожидания вот таких вот экономических и природных катаклизмов. Дело в том, что на счету каруса данного затмения уже было множество всевозможных неуправляемых событий, типа падения Тулгусского метеорита, оно было как раз в этом периоде, и едва только не столкнулся с страшнейшей катастрофой. Если бы этот Тулгусский метеорит упал в регион Санкт-Петербурга, то все считает, что столицы Российской империи бы не существовало. Так что, следовательно, из этого делаем выводы, что вполне вероятно, очень вероятно, в период от 16 сентября до конца октября месяца, будем говорить, это до следующего новолуния, весьма вероятно, особенно в каких регионах, вполне вероятно, это будет в зоне видимости затмения. Зона видимости нынешнего затмения – это Африка. Центральная точка видимости данного затмения – это восток Африки, Танзания. Вся Африка будет наблюдать данное затмение. Следовательно, регион Индийского океана Африки и в дальнейшем еще и пойдет на его Восточную Азию. Если где-то и могут быть катаклизмы, скорее всего, там. В экономике, действительно, это может быть период от начала октября до последних его чисел. Это может вызвать события, вполне вероятно, близкие к тому, что было в России около 22 августа, вернее, тогда это было 17 августа. Следовательно, остается рассчитывать только на мудрость тех людей, которые управляют у нас экономическими процессами, то, возможно, они учтут ошибки прошлого и не допустят то, что было когда-то, за дело миллионы российских граждан. Ну, также необходимо в это время соблюдать осторожность в авиаперелетах, осторожность на море. Почему на море? Потому что затмение данное будет связано еще и с планетой Нептун. Точное противостояние Солнца и Луны с Нептуном. Следовательно, вблизи моря нужно быть очень осторожными, особенно тогда, когда находятся в открытом море или океане пространстве. Возможно, здесь цунами, ураганы всевозможные. Марс с Сатурном также создает опасность катастроф в горах. Так что, если люди в это время находятся вблизи опасных морских побережьей, там, где вполне вероятно цунами или, скажем, тайфуны, как, например, в Карибской регион, Карибского бассейна или Таиланда, то вот вам, пожалуйста, предупреждение для них. Или в гора горных регионов, где вполне вероятен фактор землетрясений. Землетрясения связаны с планетой Нептун и Сатурн. А в это время как раз и Нептун и Сатурн будут находиться в критическом соотношении двойной квадратуры, или так называемого Тау-квадрата, как это говорили древние. Вот если подытоживать события, связанные с тремя затмениями, то, конечно, несмотря на то, что они угрожающие, несмотря на то, что они могут быть очень опасными, но для некоторых людей они могут являться также и крайне благоприятными факторами. Так, например, во время затмений считается гораздо лучше освобождаться от вредных привычек, раз и навсегда. Поэтому люди, которые являются злостными курильщиками, или испытывают неукротимую тягу к алкогольным напиткам, лучше всего должны бросать свои привычки именно в это время. Также люди, которые никак не могут разорвать кабальные условия договора, какого-то договора, люди, которые, скажем, решаются на серьезный судебный процесс с целью освобождения от какой-то тоже кабальной зависимости, в это время, во время затмения, для них самое наступает режим наибольшего благоприятствования. То есть, что-то потерять, чтобы обрести гораздо большее. Поэтому не все так плохо, даже с затмениями, и я желаю тем, кто нас сейчас смотрит, всего самого лучшего, чтобы использовать даже кажущиеся неблагоприятные космические констилляции себе на пользу. Разумеется, это вовсе не значит, что нужно расслабляться, и наоборот, нужно быть бдительными, и тогда позаботиться о себе заранее, и тогда ситуация, может быть, будет сулить вам даже удачу и успех. Всего хорошего. Продолжение следует...